В эфире программа «Тема дня» и я, ее ведущая Анна Степанова. Мы находимся в прямом эфире, и вы можете присылать нам свои вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram на номер 7-915-688-7601, а также можете оставлять свои вопросы во всех социальных сетях официальной группы телеканала «Надежда». Гарвардское исследование показало, что не рекомендуется вступать в брак в юности или после 32 лет. Считается, что лучшее время для вступления в брак – это когда вы чувствуете себя готовыми или когда думаете, что можете провести с этим человеком всю свою жизнь. Однако исследования показали, что пары, которые женятся в 18-20 лет, ну или после 32-35, подвергаются большему риску развода, чем те, кто женится в промежуточном возрасте. О причинах развода и способах сохранения семьи мы поговорим с нашими сегодняшними гостями, которых я с огромным удовольствием вам представлю. Итак, преподаватель Заокского университета Евгений Владимирович Зайцев. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный редактор издательства «Источник жизни» Леонтий Прокофьевич Гунько. Здравствуйте. Вот я привела в начале исследования. Скажите, согласны ли вы с ним? Действительно ли молодые люди, которые хотят жениться, выйти замуж в 18-20, у них больше шансов развестись, чем у других? Как вы думаете? Ну, мне кажется, что с мнением исследователей стоит согласиться, тем более это исследование проведено в очень серьезном университете, в Городском университете. Видимо, они, проводя социологический опрос, выявили эту какую-то закономерность, что браки заключённые слишком рано имеют больше шансов распасться, и браки заключённые слишком поздно. Видимо, есть такая закономерность. Ну, 32-35, это, по-моему, не слишком поздно. Ну, оптимальный считается возраст для заключения брака от 20 до 25-26 лет. А вы как думаете? Я думаю, что когда проводятся исследования, то в качестве параметров используется не один какой-то, то есть возраст или что-то ещё, но обязательно исследуется вопрос по целому комплексу признаков. И было бы интересно посмотреть, какие ещё признаки сопутствуют, скажем, вот этим возрастным параметрам, раннему возрасту или более позднему возрасту. И, конечно, судить сложно, но лично у меня складывается подозрение, что всё-таки причиной является не возраст сам по себе, а вот эти вот другие сопутствующие признаки, которые, как правило, являются основными. Возраст — это, скорее всего, такой второстепенный признак, который способствует тому, чтобы в более полной мере сыграла свою роль или проявилась какая-либо другая причина. Поэтому хорошо было бы, конечно, такого рода исследование увидеть в полном виде. Но я перед передачей специально попробовал найти статистику в интернете. Статистику не просто о том, в каком возрасте чаще всего люди разводятся, а каковы причины, по которым они разводятся. Очень интересно. Ну и каковы, Женя? Ну, безусловно, среди, скажем, такой очевидной причины, которую все мы знаем, супружеской неверности, есть ещё целый ряд очень интересных, особенно если говорить о нашей стране, о России, то в числе этих причин называют, например, на одном из первых мест, кстати, она стоит, жилищная неустроенность, то есть отсутствие жилья или не очень хорошие условия проживания, которые в конечном счёте, по-видимому, создают почву для конфликтов, может быть, непонимания между недавно создавшими семью, супругами. Вот. На втором месте, если я не ошибаюсь, стоит такая причина, как алкоголизм. Так, ну да, согласна. Ну, я вот тут не знаю, опять-таки, к какому из возрастов она больше относится, к молодым или, может быть, наоборот, к людям уже среднего или пожилого возраста, но, тем не менее, это тоже одна из таких причин. И, конечно, среди этих причин ещё называются и финансовые проблемы, ещё какие-то, но я думаю, что как раз-таки, когда мы говорим о каких-то определённых возрастных промежутках, с которыми обычно социологи связывают расторжение браков, то очень важно видеть ещё и вот эти вот другие причины, которые играют определённую роль. Да, спасибо. Евгений Владимирович, а вы как думаете? Вот какие причины разводов? Вот ещё можно указать. Ну, причин, конечно же, очень много, и можно их, наверное, где-то объединить в какие-то группы, скажем. Это могут быть социально-экономические причины, которые Леонтий Прокофьевич уже обозначил. Среди них, мне кажется, всё-таки, да, жилищная проблема не главная ни на первом месте. Я читал исследования по России, к сожалению. Так, поделитесь. Да, самая частая причина разбитых семей, разводов, это всё-таки алкоголизм, это пьянство одного из супругов. Более 40% разводов приходится именно на этот фактор. Ну, конечно же, жилищная неустроенность, да, это тоже играет свою роль, хотя если посмотреть на историю института семьи, в прошлом, скажем, под одной крышей жило несколько поколений и жили мирно, сохраняя традиции, уклад какой-то, передавали ценности семейные. Да, сегодня ситуация немножечко другая, каждая семья хочет жить отдельно. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, всё-таки, это, ну, вызывает какой-то вот разрыв преемственности, что ли, семейных традиций, даже отношений. Ну, финансовые, безусловно, а, безусловно, психологические какие-то факторы могут играть роль в распаде семьи, несовместимость. Кстати, это одна из, наверное, частых, так сказать, формулировок бракоразводных процессов. Ну, не сошлись характерем, несовместимость. Да, очень часто так говорят. Да, да. Спасибо большое. Нежелание детей, может быть, иметь, или, наоборот, невозможность иметь детей тоже вызывает напряженность в отношениях между супругами и ведёт к разводу. Ну, причин очень много. Да, согласна, очень много причин. Друзья, я вам хочу напомнить, что мы с вами находимся в прямом эфире, и вы можете присылать нам свои вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram на номер плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят восемь семьдесят шесть ноль один. А также можете оставлять свои вопросы во всех социальных сетях официальной группы телеканала «Надежда». Всё-таки у меня ещё вот вопрос. Вот какие-то мелкие семейные ссоры могут привести к разводу? Например, ну, не знаю, ну, такие банальные причины. Муж разбрасывает по дому носки или жена не моет посуду. Вот это может привести к разводу? Я думаю, что это может послужить каким-то начальным таким спусковым, что ли, фактором для того, чтобы развился более серьёзный конфликт. Потому что, в общем-то, любой зрелый человек понимает, что развод – это тоже серьёзное дело, и в качестве каких-то мелких ситуаций использовать эти ситуации в качестве причины для развода для взрослого человека – это тоже ведь довольно серьёзный шаг. Вот. Но какой-то фактор такой, с которого развивается серьёзный кризис в отношениях, наверняка вот такие ситуации могут иметь место и быть таким фактором. Вот. Ну, вот мне хотелось бы на что обратить внимание вот в этой связи, что вот мы уже проговорили такую, не знаю, можно ли это назвать причиной или просто в качестве аргумента, который приводят люди, идущие на вот этот серьёзный шаг, развод, не сошлись характерами. Вот это очень интересный, на самом деле, аргумент. Казалось бы, он очень общий, и за ним сложно угадать что-то конкретное, но чем он важен? Он важен тем, что он имеет отношение к ценностной сфере. Почему? Потому что, когда мы говорим «не сошлись характерами», то мы здесь пытаемся указать не на какие-то внешние причины, по типу, там, скажем, жильё, денег не хватает или ещё что-то, а мы указываем на внутреннюю причину, причём в каждом из вот этих двух людей, мужчины и женщины. И вот эта вот внутренняя причина – это, как правило, то, что имеет отношение к ценностям, которыми мы руководствуемся в нашей жизни. Другими словами, если этот аргумент приводится очень часто, то это означает, что внутренние причины развода порой, а может быть и чаще всего, оказываются более важными, чем причины внешнего порядка. Что такое внутренние причины? Внутренняя причина – это то, что связано с нашими нравственными установками, которыми мы руководствуемся, с нашим духовным миром в широком смысле и в религиозном смысле, и в нерелигиозном смысле этого понятия, с нашими какими-то глубинными переживаниями, интересами, которые мы вынашиваем в себе и которые движут нашей жизнью. Поэтому, когда возникает такого рода проблема, то, мне кажется, очень важно, если мы хотим этим людям помочь или если она случается в жизни, какие-то размолки в жизни каждого из нас, очень важно обратить внимание на этот самый духовный внутренний мир каждого человека и попытаться понять, что в нём не так, что не позволяет нам достичь вот такого глубокого внутреннего единства. Да, спасибо большое. Друзья, я вам хочу напомнить, что если вдруг в вашей жизни произошла какая-то сложная ситуация или вы не можете ответить на какой-то вопрос, то вы присылаете свои вопросы на следующий адрес helpsobachoptv.ru. Наши психологи и пасторы с удовольствием вам помогут. Ну, а нам поступил один очень интересный вопрос, даже комментарий. Добрый вечер. Тут вопросы серьёзные. У цыган в 12 лет выходят замуж. И ничего, живут всю жизнь. Всё дело в любви. Вот как вы относитесь к этому комментарию. Согласны? Всё дело в любви, да. Конечно же, любовь – это основа отношений в семье. И, конечно же, счастливая семья, она должна быть построена на этом основании, на основании любви. Любовь – это, если можно так сказать, основание бытия как такового, бытия сотворённого Богом. Бог есть любовь, и потому всё, что он творит, оно пронизано любовью. И человек, сотворённый Богом, который есть любовь, он тоже сотворён для любви, он сотворён как социальное существо, существо в отношениях, и в основу этих отношений как раз-таки положена любовь. Поэтому я, конечно же, поддерживаю автора этого вопроса в том, что основа нормальных, здоровых отношений в семье – это, конечно же, любовь. Да, согласна. Но как же тогда отличить любовь от влюблённости? Ведь сейчас очень много молодых людей дружат, встречаются, выходят замуж, а потом семьи распадаются. Вот как вот перед вступлением в брак понять, вот настоящая – это любовь, ну или это просто какое-то увлечение? Вы знаете, вот этот вопрос, который только что был озвучен, он как раз несколько вступает в противоречие с статистикой, которую мы в самом начале провели. То есть он показывает, что из статистики могут быть исключения, и есть сообщества, по крайней мере, вот названо одно из них, где эта статистика не работает в полной мере. И действительно, любовь – главный фактор и главная причина крепких семей, крепких отношений. И интересно, что, если говорить теперь о том, как отличить любовь от влюблённости, что любовь и влюблённость, как мне кажется, различаются тем, что в влюблённости больше эмоций и чувств, в то время как в любви больше ответственности. Я не знаю, не хочу сказать, что это нужно противопоставить. То есть нельзя сказать, что при ответственном отношении не должно быть чувств, или наоборот, что когда слишком много эмоций, то куда-то исчезает ответственность. Нет, речь не о противопоставлении, речь может быть о каких-то смещениях акцентов. То есть влюблённость, она больше акцентирована на том, что человек сам чувствует. Ну и на стремлении доставить какие-то похожие чувства другому человеку. Любовь больше на ответственность. И вот мне хотелось бы как раз сейчас такой момент, удачный, как мне кажется, в нашем разговоре, немножечко сказать об одной книге, которая в нашем издательстве как-то была издана. Называется она «Секреты счастливой семьи». Вот так она выглядит, эта книга. Полноцветное издание, иллюстрированное. И вот здесь, опять-таки, готовясь к нашей программе, я обратил внимание на название одной главы. Вот глава называется так «Любовь и сотрудничество». Интересно. Вот если, скажем, с точки зрения этого вопроса посмотреть на это название, то любовь, она как раз требует вот такого сотрудничества или ответственности. Сотрудничество что подразумевает? Вот когда мы с кем-то вступаем в отношения взаимодействия, сотрудничества, то мы часто заключаем с ним договор. А что такое договор? Это наше обязательство. И даже если нам что-то не нравится из этого обязательства, мы его выполняем, потому что что мы сделали? Мы вступили в договорные отношения, мы, скажем так, пообещали. Пообещали. Не всегда мы обещаем, и не всегда мы заключаем договор на абсолютно выгодных для нас условиях. Как правило, это предмет компромисса во многих случаях. И вот, мне кажется, в этом названии как раз и выражен вот тот секрет счастливой семьи, и отчасти выражена разница между любовью и влюблённостью. Любовь требует вот такого сотрудничества, где, может быть, не всегда я должен акцент делать на собственных интересах, я должен подумать об интересах другой стороны, и зачастую, скажем, отступиться от собственных желаний, собственных каких-то представлений, побуждений. И в этом плане, вот в Священном Писании есть, и он тоже приводится здесь в этой главе, есть очень интересный совет, который даёт апостол Павел. Апостол Павел говорит следующее. «Жёны, повинуйтесь своим мужьям», и добавляет очень важную приставку «как Господу». Так, интересно, да. То есть даже какой-то религиозный фактор в качестве обоснования здесь приводится. «Повинуйтесь, как Господу». Идея повиновения в демократической культуре, ну, как бы не совсем удачная, не совсем популярная. Всё-таки мы не о повиновении говорим, о взаимных каких-то равных таких вот правах, равном положении. Но Павел говорит «повинуйтесь, как Господу». Если бы он этим ограничился, то, видимо, сделал бы некоторый перекос. Но он не ограничивается этим. Он идёт чуть дальше и говорит следующее. «Мужья, любите своих жён». И дальше опять-таки делает важное дополнение. «Как свои тела, то есть как самих себя». То есть, видите, сразу возникает осознание равновесия. Да, женщина призвана повиноваться, но при этом мужчина призван любить её как себя. То есть вот заботиться о ней так же, как он хотел бы, чтобы кто-то заботился о нём. Но что ещё более интересно, вот в этом отрывке, о котором мы сейчас говорим, в словах апостола Павла, в самом начале звучит ещё один интересный такой призыв. В самом начале отрывка есть такие слова. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». То есть получается, по сути дела, вот такое повиновение жены мужу, любовь мужа к жене подразумевает взаимное повиновение. А взаимное повиновение – это как раз и есть вот то самое сотрудничество, та самая ответственность за друга, когда мы не ставим собственные интересы на первый план, а понимаем, что моё благо, благо моей семьи – в благе другого, в благе общем нашем. Да, спасибо. Друзья, я вам хочу сказать, что у вас сегодня есть уникальная возможность выиграть эту замечательную книгу, ответив на вопрос, который я озвучу чуть позже. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно всего лишь внимательно следить за тем, что будет происходить в нашем эфире. Нам поступил вопрос, пишет Михаил, он пишет следующее. «Жена постоянно пилит за деньги, семья из-за этого рушится, мы верующие люди. Разве деньги – это повод? Как вы думаете?» Конечно же, нет. Деньги – это не главное. Если есть чувства, то, наверное, можно преодолеть в том числе и финансовый кризис в своей семье. И если жена постоянно пилит своего супруга за то, что он мало зарабатывает, наверное, эта женщина нуждается в серьёзной помощи. Она нуждается в том, чтобы осознать прежде всего, что основа счастья, жизненного счастья, это всё-таки не материальное, это не деньги. Есть нечто большее, что приносит человеку подлинное, подлинное счастье. Сколько разбитых семей в условиях полного благополучия, дом, что чаша, переполненная, всё есть, а счастья нет. И в то же самое время сколько семей, которые сводят концы с концами, но они любят друг друга, супруги любят друг друга, не мыслят жизни друг без друга. Поэтому не повод финансовая неустроенность, она может быть временной, не повод к тому, чтобы вести дело к разводу. Да, спасибо. Мы ещё сейчас вернёмся к этому вопросу. Друзья, хочу вам напомнить, что мы с вами находимся в прямом эфире, и вы можете присылать нам свои вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram на номер плюс семь, девятьсот пятнадцать, шестьсот восемьдесят восемь, семьдесят шесть, ноль один. А также оставлять свои вопросы во всех социальных сетях официальной группы телеканала «Надежда». Нам поступил ещё один вопрос от Светланы. Она пишет, «Моя дочь собирается разводиться». Я против. Ведь это неправильно. Но что бы я ни говорила, она ни в какую. Что мне делать? Будто у Светланы проблема. Её дочь собирается разводиться, а она хочет ей как-то помочь. Что мы можем посоветовать вот этой женщине, Светлане? Ну, конечно, трудно давать советы, когда мы не знаем ситуации, которая имеет место на самом деле в жизни дочери. Но вообще стоит лезть? Или пусть они там сами разбираются, люди взрослые как-нибудь решат проблему? Наверное, нельзя вопрос ставить вот именно таким образом. Лезть... Родители есть родители. Они не могут равнодушно стоять в стороне, видя, как рушится счастье их собственных детей. Но здесь, конечно же, нужна мудрость, особая родительская мудрость, чтобы не навредить в этой и без того хрупкой, хрупкой ситуации. Вот. Нужно, конечно же, вести разговор и с дочерью, и с её мужем. Вы знаете, любая конфликтная ситуация в семье, она где-то вовлекает обе стороны. Редко бывает так, что значит, одна сторона виновна. Может быть, где-то в этой ситуации есть и вина и дочери этой женщины. И ни в коем случае, если это мать мудрая, она не должна занимать позицию своей дочери. Я защищаю свою дочь, моя дочь всегда права. И все, значит, и во всём винить своего зятя. А очень много таких проблем на самом деле. Да, родительская мудрость заключается в том, чтобы постараться разобраться в истоках вот этой конфликтной ситуации молодой семьи и постараться как-то помочь этой семье сохранить здоровые отношения. Спасибо. Нам ещё один вопрос поступил. Пишет Ирина, стоит ли сохранять отношения, если любви больше нет? Ну, зачем мучить друг друга? Как вы думаете? Может, лучше просто пойти развестись и все счастливы? Как вы думаете? Вы знаете, это как раз очень частая причина, почему люди расходятся. Они решают, что любви больше нет. Вы знаете, мне хотелось бы снова здесь в определённом смысле сослаться на Священное Писание. Не потому, что, дескать, только в Священном Писании абсолютно все ответы, но просто это очень показательный случай, скажем так, тот, о котором мы говорим, с тем, что мы находим, и очень схожий с тем, что мы находим на страницах Библии. А что мы находим на страницах Библии? На страницах Библии, когда мы встречаемся с ситуацией, ну, скажем так, неверности Израиля или Божьего народа Богу, то Господь обращается к ним очень часто с призывом, в котором присутствует очень важное слово «вспомни». Вспомни. Вспомни, значит, как я вывел тебя из дома рабства. Вспомни, как я вёл тебя. Вспомни там, как я тебя хранил, защищал, оберегал, как я тебе давал всё необходимое. Какими были другими словами наши отношения. вспомни об этом. И я думаю, что мудрый Господь не случайно вот с таким призывом вращается, потому что мы свои выводы часто делаем на основании каких-то эмоциональных порывов, в свою очередь обусловленных ситуациями нынешнего дня. Вот сегодня что-то там произошло, или в течение месяца произошло, или, может быть, даже в течение полугода как-то так вот оно всё складывалось. И вот нам кажется, любовь исчезла. Но когда всё-таки находишь в себе силы вспомнить, как это было когда-то, то ты можешь по-другому оценить и то, что происходит сейчас. Ты вдруг начинаешь понимать, что проблема не в том, что любви нет, нет, а в том, что эту любовь, может быть, как-то вы не взгревали, не поддерживали, не лелеяли, не, скажем, думали о том, что этот огонь любви должен тоже поддерживаться какими-то инструментами, средствами, чтобы он горел, чтобы он не угасал. И всё, что нужно, это просто как-то его возродить. Возродить вот в том, может быть, виде, как это было когда-то. Я не буду говорить о каких-то конкретных вещах. Думаю, у каждого эта любовь по-своему развивается в каждой семье. И когда ты вспоминаешь, как это было тогда, в ту эпоху, когда это была только влюблённость ещё, то понимаешь, что, собственно, можно было бы сделать, чтобы это, ну, можно использовать даже это слово, влюблённость как-то заново возникла и снова дала толчок для новых отношений. Вот, конечно, это не единственный ответ на эту проблему, но я думаю, что к нему есть смысл прислушаться. И потому, что это Божий призыв, Господь к этому призывает, и потому, что в нём есть, как мне кажется, очень глубокий, разумный, рациональный смысл. А может ли вообще настоящая любовь пройти? Ну, вот, например, жили вы 10 лет в браке, так любили, любили друг друга, а потом бац, всё, любовь прошла, помидор завели. Я думаю, что настоящая любовь не приходящая. Вот. И если она проходит, или кажется, что она проходит, наверное, стоит серьёзно задуматься над своими чувствами и над своими отношениями. да, часто приходится слышать вот такую аргументацию, но мы не можем уже жить вместе под одной крышей, мы должны развестись, потому что мы уже не любим друг друга, любовь прошла. Я считаю, что не стоит торопиться в этом случае. Любовь, если она действительно была, она не может пройти, пройти бесследно, просто так люди прожили в браке много лет и вдруг решили разойтись. Это будет очень больно, это отразится не только на них самих, но может быть на детях, на родных, близких. Это всегда серьёзная рана душевная, это трагедия, настоящий распад семьи. Поэтому всё-таки мы, как верующие люди, как христиане, рекомендуем бороться за семью, бороться за любовь. Брак это созидание семьи, это дело всей жизни. Это не заканчивается с посещения органов ЗАГСа или свенчания в церкви. За семью нужно бороться и бороться всю жизнь, выстраивать отношения, искать какие-то выходы из сложных кризисных ситуаций, идти на компромиссы. И в этом как раз-таки и заключается вот это со-работничество или со-трудничество, о котором говорил Леонтий Прокопьевич. Любовь и со-трудничество. Мы должны трудиться вместе по созиданию своего счастья. Да, спасибо. Ни для кого не секрет, что в любой семье постоянно бывают конфликты. Вот вы можете нам дать свои советы? Вот как правильно решать конфликты, чтобы они не рушили семью, а укрепляли? Сложный вопрос я задаю, да? Да, они действительно сложные и вместе с тем не такие уж и сложные. Кризис, конфликт в семье это, наверное, норма жизни. От этого никуда не деться. Дело в том, что мы все разные и приходя в семью мы привносим свои привычки, особенности своего характера. Вот. И, конечно же, мы не можем, как говорится, перестраивать друг друга под себя и требовать от своего партнера, чтобы он был точно таким же, как я. Чтобы вырабатывал те же самые привычки, отказывался от своих, каких-то приобретенных, это совершенно ненормальный подход в отношениях. Мы должны принимать друг друга такими, какие мы есть. И вот в этой нашей разности, непохожести друг на друга как раз-таки и заключается красота отношений. Вот. Мы принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мы учимся выстраивать отношения, вот, хотя мы очень разные. Вот. И каждый день мы узнаем что-то новое друг о друге в браке. Да. И это нормально, это здорово, это красиво, это интересно. И возникает конфликтная ситуация, в конфликтной ситуации мы тоже друг друга узнаем. Вот, оказывается, какая. Если мы зрело подойдём к конфликтной ситуации, то мы не будем зацикливаться на ней, мы не будем подчёркивать недостатки друг друга, которые проявились вдруг в этой конфликтной ситуации, а мы постараемся как-то понять друг друга, вот, посмотреть на друг друга, может быть, несколько иначе, по другим углом зрения, вот, и увидеть что-то позитивное. Вот, конфликт нас чему-то призван научить. И в этом его ценность. Очень хорошая мысль. Я бы хотел добавить здесь два момента по поводу конфликта. Ну, первый момент довольно известен. Во многих языках идея конфликта сочетается с идеей кризиса. И кризис, как, скажем, определяют психологи, это всегда с одной стороны опасность, а с другой стороны возможность. По-моему, даже в китайском языке кризис передается как раз сочетанием этих двух иероглифов. Так, интересно. Опасность и возможность. Опасность это некая угроза, а возможность это, наоборот, некая положительная перспектива. То есть, благодаря кризису открываются какие-то вещи, которые позволяют нам дальше начать строить что-то на более крепком, прочном основании, потому что мы вдруг что-то узнаем и начинаем это учитывать дальше в наших отношениях, если говорить об отношениях между людьми. Поэтому конфликты в этом смысле могут оказаться и полезными для укрепления отношений, но при этом, конечно, важно, и это уже второй момент, о котором я хотел бы сказать, важно, вот мне почему-то кажется, что важно к конфликту относиться не как взрослые к нему относятся, а как относятся к нему дети. Хотя обычно детей мы призываем брать пример с взрослыми, да, но вот как раз в вопросе конфликтов видимо наоборот. дети, как они живут, как они относятся друг к другу, они поругались, но буквально через несколько минут они могут продолжать играть вместе. Да, согласна. И как будто уже и не было того, что было. Конечно, если эти конфликты между ними очень часты и постоянно случаются, то могут и возникать какие-то неприязненные отношения, но чаще в таких простых ситуациях обычно они очень легко преодолевают вот эту ссору, которая между ними возникает. Поэтому мне кажется, что можно посоветовать попытаться на вот эти ситуации попытаться смотреть вот такими детскими глазами. Детскими глазами. То есть без стремления выявить какой-то скрытый смысл за действиями моего супруга. Почему он так поступил? Что он за этим хотел сказать? Что за этим стоит? То есть когда мы начинаем задавать себе такие вопросы, пытаясь, как нам кажется, докопаться до истины, мы, может быть, загоняем себя в угол и делаем выводы, которые в сущности неверны. Не было ничего такого за этим конфликтом. Не об этом думал, скажем, другой человек, когда, может быть, повысил голос или сделал что-то еще. Поэтому вот эту вот возможность из кризиса, которая может иметь место, как раз, мне кажется, можно извлекать, если действовать вот так вот по-детски. Да, спасибо большое. Друзья, но я вам хочу напомнить, что мы находимся в прямом эфире, и вы можете присылать нам свои вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram на номер плюс 7 915 688 76 01. А также можете оставлять свои вопросы во всех социальных сетях официальной группы телеканала «Надежда». Ну, если у вас есть какой-то вопрос или у вас, или вам необходима помощь нашего психолога или пастора, вы также можете присылать нам свои вопросы и просьбы о помощи на следующий адрес help собачка hop tv точка нам поступил один вопрос и я бы сказала даже вот нам наша зрительница поделилась очень сокровенным. Муж мне изменил, хочу развестись. Мама говорит, чтобы я простила и сохранила семью хотя бы ради детей. Как мне быть? Ирина вот нам прислала такой вопрос. Мне кажется, вот такой. Не простой вопрос. Да, это конечно же очень тяжело. А вообще возможно простить измену? Мы призваны к тому, чтобы прощать, хотя простить очень тяжело. И да, очень многие женщины, которые столкнулись с изменой своих мужей, они не могут простить и первое, что им приходит на ум, это развестись. Но дело в том, что развод не решение проблемы, внутренней проблемы. Развод не поможет излечить вот эту рану, которая нанесена супружеской изменой. И может быть, может быть, все-таки стоит прислушаться к голосу Божию, который случится в странице Священного Писания. Этот голос призывает нас к прощению. в чем преимущество именно этого пути, который предлагает нам Господь, то есть простить. Преимущество в том, что прощая, мы помогаем другому, мы помогаем человеку, который оступился, который, скажем, мне изменил, причины измены могут быть самыми разными, но когда мы простили измену, вот что-то происходит в сознании этого человека, он понимает, что да, он причинил боль самому родному и близкому человеку, и это может привести его к покаянию и как результат восстановления отношений. Прощение помогает и тебе самому, потому что ты избавляешься от этой тяжести непрощаемого греха. Это будет, если ты не прощаешь, это будет в твоей жизни всегда, это будет тебя давить, это тебя будет мучить, ты будешь постоянно об этом думать, а вот он такой, а вот он сякой, это вот чувство мщения, оно разрушительно для человеческого характера, для человеческой психики, для физического здоровья. Вот, поэтому то, что предлагает нам Господь, наверное, вот единственный выход в такой сложнейшей ситуации. Почему? Да потому что прощение может исцелить эту рану и может восстановить отношения. Если мы встали в позу, если мы не готовы простить, если мы пошли на развод, это путь в никуда. Да, спасибо большое. Нам поступил еще один вопрос, нам пишет Павел. Что делать, если родители постоянно лезут в семейную жизнь, тем самым разрушая семью? Вот какой совет мы можем дать Павлу, нашему зрителю? Что делать, если родители постоянно вмешиваются в семью? Что делать? Ну, Павлу сложно что-то сделать, потому что родителям что-то советовать, тем более если они лезут в семью, это значит, что они как-то так себе представляют жизненную, жизнь и жизненную ситуацию, что как бы это можно сделать. Павлу сложно что-то сделать. Вот в целом что можно сказать об этом, что, конечно, в этом случае по сути дела нарушается изначальный библейский принцип связанный с семьей. Ведь когда мы читаем в Библии о создании человека, мужчины и женщины, и тогда уже мы слышим это на заре, можно сказать, всей истории нашей земли, тогда уже мы слышим вот эти слова «оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене». И дальше звучит вот эта фраза, которая выражает по сути дела суть супружеских отношений будут одноплоть. То есть здесь несколько принципов и один из них, как вы видите, очень важный заключается в том, что с момента, когда создается новая семья, должен произойти определенный разрыв. Мы не имеем в виду, здесь и Библия не имеет в виду отказ от заботы о родителях, более того, есть заповедь о почитании отца и матери с благословением, то есть заповедь, которая приносит и большие, обильные результаты, полезные результаты для того, кто заботится о родителях. Вот, то есть не об этом идет, не об отказе от своего сыновнего, дочернего долга, а как раз о том, что необходимо уважать новую семью, новую, скажем, вот эту вот ячейку, как мы ее называем, и ничто извне не должно становиться более важным или навязываться вопреки желанию и интересам тех, кто внутри, кто создает саму эту ячейку. Вот, собственно, таков ответ. Ну, а как поступить Павлу? Очень сложно, очень сложно, я не знаю, может быть. Да, я хочу добавить, чтобы Павел как-то спокойнее воспринимал то, что происходит. Родители есть родители, и если они вмешиваются это вовсе не из желания разбить семью. Вот, может быть, да, это чрезмерное такое проявление их родительской опеки, потому что они любят, они любят своих детей, и вот эту свою любовь они проявляют не совсем умело, может быть, не совсем конструктивно, да, и молодым кажется, что родители вмешиваются, а это просто выражение родительских чувств, они их любят, они хотят внимания, может быть, они хотят, чтобы их не оставляли, не забывали, может быть, хотят чаще встречаться, поэтому если вот есть какая-то напряженность сейчас в отношениях, то, может быть, самим сделать первый шаг на встречу родителям, чтобы снять эту напряженность, чаще общаться, чаще встречаться, организовать какие-то, может быть, совместные вечера и так далее, и снять эту напряженность, которая, как мне кажется, создана искусственно. Да, спасибо большое. Друзья, вот и наступил тот прекрасный момент, когда вы, если первые правильно ответите на вопрос, получите в подарок замечательную книгу «Секреты счастливой семьи». Итак, как же звучит вопрос? Апостол Павел призывал, «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу». А с каким призывом он обращался к мужьям? Присылайте нам свои ответы в WhatsApp, Viber, Telegram на номер плюс семь, девятьсот пятнадцать, шестьсот восемьдесят восемь, семьдесят шесть, ноль один, а также присылайте свои ответы во все социальные сети официальной группы телеканала «Надежда». Ну что ж, у нас есть еще к вам один вопрос. Вот, на мой взгляд, он довольно сложный, но хотя, может быть, для вас он покажется и простым. Вообще, всегда ли можно спасти брак? Вот если уже супруги поняли, что мы не можем больше жить вместе, ну вот просто не можем вместе находиться в одной квартире, все, пора разводиться. Всегда можно спасти брак? Или есть все-таки какие-то причины, по которым показано разводиться? Ну, я сторонник положительного ответа на этот вопрос. Брак можно спасти в любой ситуации, если есть заинтересованность к спасению брака? Так, а если нет заинтересованности? Давайте представим ситуацию, что вот, я пока не замужем, но вот представим, что вот супружеская пара, жена любит мужа, а муж уже нет. И муж говорит, ну все, пока, дорогая, я ухожу. Вот вообще, можно здесь спасти как-то брак? Или уже все? Или уже поздно? Ну, насильно женщина не может удержать свою супругу, но во всяком случае она призвана к тому, если она действительно любит, ей дорого семья. Вот, со своей стороны она призвана сделать все возможное, чтобы сохранить, сохранить семью. Вот, и от нее тоже очень многое ожидается в этом плане. Она, может быть, должна пересмотреть какие-то вещи, какие-то вопросы. Почему вдруг вот получилось так, что человек, который ее когда-то любил, теперь разлюбил и теперь уходит. Вот, с чем это связано? Может быть, я где-то в чем-то вот была неправа, вела себя, может быть, не так. Может быть, я стала причиной вот того, что наши отношения как-то вот осложнились. То есть, женщина, которой дорога семья, она предпримет все со своей стороны, чтобы все-таки спасти, спасти семью. То есть, можно сказать, что, конечно, бывают ситуации, когда спасти брак становится крайне сложно, но никогда не наступает такого момента, когда уже нет смысла или нельзя стараться это делать или что-либо делать для этого. То есть, практически, можно сказать, что за брак можно бороться всегда, всегда, даже если он уже доходит до такого состояния, когда кажется, что все потеряно. Вот на это, наверное, нужно ориентироваться. вот во многих семьях есть дети, и детей довольно много. Как решать семейные конфликты, если дома находятся дети? Или стоит, не знаю, родителям выходить на улицу, чтобы дети не слышали, как родители ругаются? Или детей отправлять к бабушкам, дедушкам, пусть там родители как-то ругаются? Вот как правильно в этом случае, чтобы детей как-то не травмировать? Лучше не конфликтовать. Да. Конечно, лучше. На самом деле, мудрые родители, понимая, что дети видят, слышат и чувствуют, находят в себе силы и возможность погасить этот конфликт, может быть, даже как-то вот сдержаться и не выплеснуть эмоции наружу, и дети становятся вот таким положительным сдерживающим фактором. Не знаю, может быть, в смс-ках друг с другом ругаться, чтобы там дети не видели. Да, дети. Дети очень уязвимы. Вот. И они действительно несчастны в семье, в которой нет взаимопонимания между родителями, где постоянные конфликты. Вот. И родители, ссорясь постоянно в присутствии детей, они невольно закладывают в своих детей закладывают будущие проблемы. Вот. То есть, их собственные проблемы потом, в будущем, могут проявиться в жизни их детей. Поэтому, конечно же, ни в коем случае, ни в коем случае в присутствии детей родители не должны выяснять свои отношения. У родителей это все переносится на детей, правильно? Конечно, конечно. Родители, ой, дети как губка, они впитываются. И это тон, в котором родители разговаривают между собой. И это проявляется на здоровье детей. Я вот в прошлом врач, детский врач, педиатр, я знаю, я знаю, что одна из причин детских неврозов это вот натянутые отношения в семье, скандалы, ссоры между родителями. Мне кажется, что мы порой недооцениваем наших детей, когда думаем, что нужно просто оградить их от зримых, таких явных конфликтов. И нужно просто выйти там, значит, в отдельную комнату, там поконфликтовать, так хорошо друг с другом. А потом выйти, всё хорошо. Да, а потом уже явиться им, так сказать, с улыбками на лицах. Но все люди и даже маленькие люди, дети, на самом деле обладают способностью чувствовать. Чувствовать человека, даже когда этот человек ничего не говорит или пытается, скажем, создавать на лице своём видимость, благополучие, нормальных отношений. То есть обмануть очень сложно других людей, тем более детей, которые с тобой уже прожили много лет, по крайней мере, там, около десятка, условно, скажем, лет, и они уже научились читать тебя по глазам, по мимике лица, по, скажем, тону голоса, тембру голоса, почему угодно. Их сложно очень ввести в заблуждение. И в этом смысле всё, что мы делаем, является для детей определённым, как бы тут лучше выразиться, обучающим материалом, что ли. То есть они из наших поступков, из отсутствия поступков, из наших слов или их отсутствия, из улыбок или их отсутствия, они чему-то учатся, чему-то учатся. Бывают ситуации, я, например, знаком с несколькими такими ситуациями, когда в семье отца, алкоголика, который умел, а умер от белой горячки, в конце концов, все дети не пьющие. Почему? Потому что они увидели этот пример и сделали выводы правильные. Отрицательный пример был, да, для детей? Да, то есть они решили, что они не должны жить так, как их отец. Но такие случаи крайне редки. Как раз чаще всего происходит обратное. И поэтому может быть такая ситуация. Её следует допускать, что если конфликты случаются, дети, насмотревшись в своей семье вот этого, скажут, не, мне такого не надо, я буду жить по-другому. Но чаще всего они станут воспринимать конфликтные отношения как некую норму. Как бы, ну, мои папа с мамой конфликтовали, значит, это так устроена жизнь. Они такие решения, скорее всего, примут. Вот. И в своей жизни будут это тоже считать нормой. Что, собственно, ничего плохого в этом нет, это происходит со всеми. и в этом смысле родителям не только не нужно визуально демонстрировать вот эти вот конфликты, которые возникают, но на самом деле в реальности стремиться к тому, чтобы между ними была гармония и взаимопонимание. То есть настоящая, не одежда гармонии и взаимопонимания, а она по сути настоящая, настоящая, гармоничная, тёплая отношения, какие должны быть. Да, спасибо большое. Нам прислали тоже один вопрос, нам пишет Василий. Мы в браке 17 лет, у нас две дочери. Последнее время жена пренебрегает своими обязанностями, уходит утром на работу, приходит вечером и в свою комнату. Пытаясь поговорить с ней, просто молчит. Это сказывается и на детях, и на успеваемости в школе. Я не знаю, что делать. Что мы можем посоветовать Василию в этой ситуации? Ну, поговорить открыто, поговорить с супругой, попытаться от неё получить ответ на свои вопросы. Почему? Вот что происходит? Что случилось? Может быть, я в чём-то виноват? Вызвать супругу на откровенный разговор. Может быть, подготовиться к этому соответствующим образом, куда-то пригласить, как-то организовать эту встречу, может быть, придать романтический характер. Пригласить на свидание, как раньше, да? Да, да. Вот. Постараться разобраться в чувствах своей супруги. Говорят психологи, специалисты в области семейных отношений, говорят о том, что в какие-то периоды жизни супружеские пары проходят так называемые кризисные периоды. И вот, может быть, это вот один из таких кризисных моментов в жизни этой женщины, когда нужно супругу быть особенно внимательным, чутким, деликатным, вот, и постараться помочь своей супруге. Да, спасибо большое. Нам прислали еще один вопрос, нам пишет Кирилл. Так почему же христианские пары разводятся, хотя обещали перед Богом, и Бог благословил? Ведь вроде бы давали обещания перед Богом, что да, буду там до конца дней любить, умрем в один день и так далее, но почему-то все-таки христианские семьи разводятся. Христиане тоже люди. Христиане не, когда становятся христианами и затем создают браки, они же не извлекаются из этой среды, в которой мы живем, в какую-то другую среду, в другой мир, где нет греха, где, скажем, перестают действовать их склонности, какие-то их привычки, не вполне, может быть, согласующиеся с вот этим новым состоянием людей в браке. Вот, поэтому это происходит, и вряд ли нужно ожидать, что когда-то наступит момент, или должен наступить момент, что у христиан все будет абсолютно идеально. Но в то же время, что надо понимать, статистика ведь говорит о том, что все-таки в среде христиан, которые не просто исповедуют свою религию, а пытаются ее практиковать в жизни, практиковать в жизни, то есть жить в согласии с тем, во что они верят, все-таки количество разводов ниже. Это признано. Это признано. Поэтому при всем том, что это случается, все-таки нужно признать, что религия, если она не формальная, а искренняя и живая, способствует укреплению брака. Да, спасибо. Друзья, ну вот и пришло время огласить нашего победителя, который первый правильно ответил на тот вопрос, который мы задали. Какой вопрос у нас был? Апостол Павел призывал жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, а с каким призывом он обращался к мужьям? И у нас есть победитель, правильно ответил на этот вопрос Роман из Москвы, он ответил, наверное, мужья должны любить жен. Правильный ответ? Да. Правильный. Роман, мы вас поздравляем, эта чудесная книга отправится к вам, так что спасибо большое за то, что поучаствовали в этом конкурсе. Ну что ж, у нас, к сожалению, наша программа уже постепенно подходит к своему завершению, и давайте мы сделаем с вами некий вывод, как спасти брак на грани развода, если уже двое супругов понимают, что у них действительно есть проблемы, что у них есть дети в семьях, и они даже думают, что если они разведутся, их жизнь станет лучше. Что мы можем посоветовать этой семье? я бы прежде всего сказал о том, что каждый из супругов, который оказался вот в такой ситуации, должен осознать, что брак это все-таки святыня, это Божье установление, и отнестись к нему нужно предельно серьезно, и не идти на поводу сегодня вот этих новомодных течений, разбежаться в попытке может быть потом создать новую семью, отнестись к браку как к святыне, и делать все возможное, чтобы сохранить семью от добра, добра не ищут. Бог дал тебе эту половинку, ты ее когда-то любил, борись за свою любовь, сделай все возможное, чтобы сохранить семью. Я бы предложил на эту ситуацию непременно смотреть через призму священного писания и религиозных взглядов. Понимаете, если мыслить о человеке эволюционно, с точки зрения того, что он живет и возник, потому что существует борьба видов, то предложить что-то очень сложно для тех людей, которые разводятся. Очень сложно. Практически ничего сказать невозможно. У каждого свой способ выживания в этом мире. Но с точки зрения священного писания у нас есть удивительный пример нашего спасителя Иисуса Христа, который в Библии представлен в определенных отрывках как муж, который находится в, условно говоря, брачном союзе с церковью или с теми, кого он спас. И вот те, кого он спас, вот эти самые люди, за которых он умер, часто ведут себя как неверные супруги. Он с ними не разводится, он вместо этого, наоборот, идет на то, чтобы за них умереть и решить эту проблему, которая является разделением. К сожалению, наше эфирное время уже подходит к концу. Большое спасибо вам, дорогие гости, за эту чудесную интересную дискуссию. Ну что ж, в эфире была программа «Тема дня». До новых встреч! Субтитры